Время, тренировочное время накануне матча Именно в те часы, когда будет проходить ночь Так что вот здесь вот Спартаковцы ничего не смогли сделать Вот первая атака Спартака, удар, поворотом Прекрасно сейчас пробил поворотом Кеченов Ну и не менее великолепно сыграл вратарь датского клуба Шансами на высокое место, не получилось Еще одна атака Спартаковцы, Ширко отправляет мяч в штрафную площадь Там Цимбаларь и боковой раннем начале матча Довольно вообще много зрителей собралось А это вот повтор момента, когда Кеченов бил в упор Мяч на правом фланге оказывается у Оленичева Удар нет, не получается, удар поворотом Я смотрю, такое скопление сейчас датских игроков штрафной Спаснее мне так кажется Датчане атакуют сейчас Удар поворотом, ну неудобно, явно неудобно было бить Тюгесе Оленичев Цимбаларь, прекрасная двухкодовка Ну опасный момент и неудобно было бить поворотом Сейчас нашему футболисту, это Ширко Александр, Ширко клуба Мельванг Удар, наверное, будет поворотом, да, удар, но очень неточно и не подготовлено Полтора месяца мы не видели этого футболиста на поле в составе Спартака У него травма была, и вот сейчас Вышел в этом матче в составе Спартака Конечно, очень трудно был выйти На этот мяч Тихонов Ушел все-таки от полузащитника Чуть-чуть повыше бы не смог перебросить крайнего защитника Это 17-й номер Кристиан Дунс Вот хорошая передача Оленичев Пас назад Удар поворотом И счет матче открыл Это Андрей Тихонов После прекрасной комбинации Спартаковцев А корость, по-моему, это был Оленичев Который увидел двух сразу открытых партнеров И набегавший Тихонов Неотразимо под перекладину пробил 1-0 Спартаковцы выигрывают Кстати, это уже вторая такая комбинация В первом случае все-таки отстояли датчане своего рода Помните, лучше Штрафной Пока гости бьют Тихонов Хорошо выбросил За натактный момент Валерий Кетчинов отправляет второй мяч В ворота датского клуба Но сейчас уже явно ошибся Галкипер Хенрик Ипсон Не смог выиграть борьбу вверху То ли поздно пошел на мяч Сейчас на повторе мы посмотрим В чем же все-таки конкретно заключалась Его ошибка Вот посмотрите Это Ширко Переправляет мяч во вратарскую Но здесь, мне кажется, и свой защитник Галкиперу помешал И без труда Кетчинов отправил мяч в ворота 2-0 Спартаковцы выигрывают Ну, просто прекрасное начало И даже дело, я вам скажу, не в забитых мячах А дело в том, что чувствуется Чувствуется Очень свежо выглядит команда И много двигаются футболисты Все, пожалуй, без исключения Вот видите, Евсеев даже в страховой площади Удар поворотом И Ширко проскатил мяч Опять неудачно сыграл Конечно, если команда проиграет То такой вот, знаете Не очень приятный подарок Преподнесет он По своему наставнику Цымбаларь Хорошо увидел Кетчинова А тот еще дальше направо И чуть-чуть не выполнил эту передачу Через голову защитника Оленичев Мамедов И удар поворотом Прекрасная опять комбинация Удалась Спартаковцам И Мамедов сходу Бил поворотом С угла штрафной площади На этот раз надежно сыграл воротарь Ну, я не знаю Спартаковцы почувствовали или нет Неуверенность Какую-то в действии Голкипера датского клуба Но вот обстреливают ворота Довольно часто При первой возможности Почти при первой возможности Бьют по воротам Ну, какая согласованность Вот эти подключения Мамедова Они, в общем-то, неожиданны Мы знаем, что он Удар Ну, слабенький очень удар Наносил его Даже Отдали в какой-то степени Инициативу сопернику Удар будет Да, удар поворотом Вы знаете, вот все удары Спартаковцы Ширко Идет или нет От Зерковича Тихонов Ширко Удар Нет, мяч В ногах защитников застревает И узковато, мне кажется Играли сейчас спартаковцы Никого нет Они, причем, довольно серьезного Мне кажется, соперника Это хорватского клуба Кроация 1-3 проиграли В гостях И 2-0 У себя на поле выиграли Вот опасный момент Передача вдоль ворот Ай-яй-яй Здесь, мне кажется Нигма Играли мяч Спартаковцы сейчас Гурлукович там, конечно Придерживал нападающего Гостей За майку Ну, арбитр как-то Не прореагировал Тем более, что Удар-то по воротам был Кеченов Ну, ай Не смог поднять голову А то увидел бы Что вратарь рвануло бы Навстречу И можно было просто Перебросить мяч Но Тихонов Ай да Тихонов Но никто же Просто не ожидал Что он нанесет Удар по воротам В площади Набегающий Тихонов Мощно пробил Вот посмотрите Вроде Кеченов Потерял уже мяч И вовремя Уступил его партнеру 3-0 Спартаковцы выигрывают Мяль Ванг И удар по воротам Молодец Снегматурин С трудом Но перевел мяч На угловой Причем такой удар Неприятный Очень был Перед Снегматурином Мяч ударился В землю Отскакивал Но очень надежно Согнал сейчас Вратарь Спартаковцев Ну вот эти дальние удары Видите Пристрелка Пристрелка была У датских футболистов И наконец Твой Преимущество Должны Сажать Спартаковцы Ах какой перевод Великолепный На левый фланг Тихонов Ну самому Что-то надо решать Ширко Не успел Ударить Арк Что 11 метровый Не назначен А вот то что Удар от ворота Это пожалуй неверно Потому что По мячу-то Не по И вновь Удар из-за предела Штрафной площади Кнутся И удар по воротам Ну как мне кажется Неверно Вот такой плотный Довольно хороший Удар по воротам Нанес сейчас Игорь Лукович Длинная передача Вперед Это в расчете На скорость Саппаларям А все-таки Остается у Спартаковцев Вот хорошая передача Оленичев Опасный момент Удар Ай-яй-яй На первой же минуте Спартак мог Увеличить счет В ближний угол Бил Оленичев Видите показывает Что очень хорошая Ему была передача Ну Довольно острый уже Угол был Ну мне кажется Удар по воротам Вот это опасно Уже десятый номер Был Это Йоркович Очень опасно Было Высоко Выпрыгнул Мягкая передача Была в штрафную площадь Можно было потом Датчанину Сделать внушение Хотя обошлось и без него Кеченов В штрафной площади Удар по воротам Убежал бы от защитника Что-то может получиться Мне кажется У датчан И тут же удар по воротам Да Высоковато Высоковато Да что они Штрафной бьют Ай Неудачно сыграл Олейничев Бас назад Опасный момент Может возникнуть Удар по воротам И счет становится 3-1 Это Тюресен Шестой номер Датского клуба Сокращает Разрыв В счете Вот видите Такая вроде бы Незаметная Ошибка Спартаковцев Где-то около Бровки У боковой линии Когда Олейничев Чуть Тише чем следовало Сделал передачу Партнеру И все Датчане перехватили мяч И тут же последовала Вот эта Стремительная комбинация И удар На этот раз Твор ворот И в дальний угол 3-1 Спартак выигрывает Донс И удар по воротам На месте Нигматулы Собственно Датчане вновь Владеют мячом Идут вперед И удар по воротам У Кеченов Удар Как самоотверженно Под мяч Бросился Защитник Датчан Это Дуюн Наносил удар И вот у него Он сейчас Возвращается К своей штрафной площади Вы знаете Рывок метров на 70 Наверное совершил Подача Опасна Очень опасна И вновь будет Сейчас удар Поворотом Ну хорошо Что он напугал Подача Наверное будет Да Подача Опасна Очень опасна Если бы не Горлупович Там уже Два футболиста Датского клуба Готовы были Переправить мяч В ворота Что-то прихрамывает Нигматуллин Поехала у него нога По-моему Все-таки После двухдневного дождя Более немножко сыровато Поэтому Стенку выставить Потом Решили Что не стоит Этого делать Ну действительно Доворот-то Очень-очень далеко Хотя Такой плотный Очень мощный удар Нанес сейчас Вот Долгожданный Дождь Замарасил Над Стадионом Лакмича Ай-яй-яй Как неудачно И удар Поворотом Хороший Опять удар Ну что касается Его Было бы тяжело Конечно Нигматулли А все это Вот какие-то Знаете Ошибки Вроде бы Я еще раз говорю Незаметные Вот контратак Еще раз Датчан Передача Опасный момент Удар Таре-два Счет Становится В пользу Спартака Всего лишь Три-два Это Удивительно Но как же Так Две Разные Команды Выступают В этом матче Одна была В первом тайме А вторая Во втором Совсем Не похож Спартак На себя Очень обидно Ну вроде Казалось бы Все Ну здесь Уже Расстреляли Буквально Нигматулли Хотя Вот тоже Стоял бы В стойке В нормальной Может быть Исправился Нигматуллин А так Начал садиться И переправили Мяч Над ним В ближний Угол Ворот Три-два Всего лишь Спартаковцы Выигрывают Это Рейс Сокращает До минимума Разрыв В счете Ну я думаю Вот из тех Кто присутствует Ипсон Ввел мяч В игру Вот здесь Зона Совершенно Открытая Оказалось Сразу Удар Подача Подача На этот раз Удачно Спартаковцы В обороне Сыграли Голоской Удар Это Она То поле Еще раз Хочу сказать В очень хорошем Состоянии Отнюдь не поле Виновата В том Что И не дождь Что Спартаковцы Во втором тайме Вот так вот Бездарно В общем-то Своё преимущество Еще один Штрафной И мощный Очень удар Ну все тоже Футболист Тюгетин Наносит удар Соперник Тоборолся С ним По всем Правилам Ай-яй-яй Ай-яй-яй Какая ошибка Из-за Ворот За пределами Штрафной Площади Нигматуллин Играет Руками Собственно Вариант У него Был Только Один Красная Карточка Арбитр Арбитр Показывает Красную Карту И Быстренько Я смотрю Тихонов Надевает Вратарскую Форму Он теперь Будет защищать Ворота Спартака Да Вы знаете Мне кажется Да Спартак Три замены Уже Произвел Поэтому Запасной Вратарь Уже Не может Выйти На поле Ну что я Вратарь Вратарь Вот удар Поворотом Еще один Удар Вот Это Тихонов Просто Великолепно Играет Вратарь Посмотрите Куда Больше Ничего От них Не требуется Посмотрите Довольно Сложный Был Удар Для Андрея Тихонова Чуть Вы знаете Не в две Ноги Датчане Наносили Удар Поворотом Горлупович Но Вот Этого Уже Не надо Делать Только С Тихонова